Добрый день, дорогие друзья, всем привет, кто нас смотрит. Мы рады вас приветствовать на первом выпуске шоу «Гол конем», посвященному интеллектуальной, необычной битве футбольных и шахматных людей, известных людей из мира футбола и мира шахмат. И сначала скажу немного о самой передаче. За кадром вы ее не видите, но она здесь с нами, идейный вдохновитель, организатор и ангел-хранитель нашей передачи Александр Костенюк. И мы ее ведущие, спортивный комментатор, известнейший спортивный комментатор, человек, работавший на 14 видах спорта, на 4 олимпиадах, и человек, который может, я надеюсь, пополнить свою коллекцию в скором будущем, но пока что он с нами, и это замечательно. Павел Занозин, и я двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский. И просто двукратный чемпион России по шахматам. Просто двукратный чемпион России по шахматам, да. И я думаю, что можно без лишних предисловий и без лишних окивоков переходить к представлению наших гостей. У нас сегодня замечательные гости. Я начну с шахматного нашего гостя. Это международный гроссмейстер, четвертый номер мировой шахматной классификации, победитель и призер такого количества международных турниров, что сосчитать очень трудно. Двукратный чемпион мира в составе сборной России, чемпион Европы, чемпион России во всех дисциплинах, каких только можно, победитель самых крупных международных турниров. И на всякий случай еще один из лидеров текущего турнира претендентов на мировую шахматную корону. Короче, все его знают. Это Ян Непомнящик. Прошу любить и жаловать. Денис, наверное, нарекание, что все-таки добрый вечер, а не добрый день. Ну, у кого день, у кого вечер. В остальном я не буду спорить, пожалуй. Еще очень важно, что ты не добавил, Жень, болельщик Спартака, Ян Непомнящий. Мне кажется, очень символично, что у нас программа называется «Гол конем», а в первой программе участвуют два болельщика Спартака. Ну, или человека, который к Спартаку имеют отношения. Я не знаю, сейчас Саша Шмурнов, может быть, подтвердит. Комментатор матч ТВ и комментатор вчерашнего суперскандального матча Спартак-Сочи Александр Шмурнов. Саша, ты болельщик Спартака или нет? Хороший вопрос. Не знаю, уместно ли, здравствуйте, друзья, сейчас на него отвечать. Я болел за Спартак с 76-го года и по 92-й как болельщик, мальчишка, юноша. С 92-го года я работаю в профессии, комментатором, журналистом. Я болею не столько за Спартак, сколько за наш футбол, за то, чтобы он был настоящим, чистым. А за Спартак у меня просто душа по-прежнему болит. Когда его так гнусно, как накануне, унижают, я не могу молчать. Идеальный ответ, мне кажется. Да, мы так с Яном загрустили, как болельщики Спартака. Мы сидим грустные теперь, да. Хорошо. Саш, ну ты вчера в трансляции многое сказал. Ян, ты с какими словами смотрел вчера матч? Не цензурными, если честно. Я понял. Да, я параллельно еще смотрел как раз этот турнир Магнуса. То есть у меня внимание... Там подсуживали, Ян. Там сложнее подсуживать. Там, кстати, тоже есть какие-то истории. Это все в интернете уже проходит. Там есть дисконнекты, реконекты, вот все это такое. Какие-то не шахматные факторы, разумеется. Но я в какой-то момент все, думаю, все трансляции выключил. Оставил Спартак. И вот 10 минут я радовался. Остальное время я... Да, я вчера открыл... Не так сильно радовался. Открыл вчера трансляцию. Смотрю 2-0. Как бы закрыл трансляцию. Потом начал ее... Потом немножко уже как бы разобрался со своими делами. Открыл, посмотрел. В общем, понял, к чему дело идет. И уже второй пенальти я уже видел в прямом эфире. Досторгался уже вместе со всеми. Это было сильно, конечно. Да, Саш, но ты сегодня предлагал вообще там какие-то страшные меры принимать. Расскажи. Удивительное дело. Тем же они страшные, Паша. Ну, страшные, потому что их нет. И они беспрецедентные. Давай еще раз. Что ты предлагаешь делать? Что ты предлагаешь? Что-то страшного в том, чтобы наконец-то воспользоваться простым человеческим свойством. Вообще-то нам свойственно быть справедливыми. Мы люди. Мы не звери, которые как муравьи идут от одной кучки, там, в другой. Или пчелы летят только на один мед и возвращаются. У нас есть выбор, в том числе и моральный. И мне кажется, что когда мне говорят, нет такого закона. Закон предписывает, слушайте, в ГУЛАГ тоже отправляли по закону тогдашнему. Законы надо менять. Футбольные законы, которые позволяют судьям уничтожать результат, фальсифицировать его, переворачивать его, должны быть изменены. И, в частности, прецедентом может быть эта история. Потому что Спартак ведь не первый раз получил по морде за последние два месяца, а шестой или седьмой раз против него вот так откровенно уже просто в наглую люди работают. Те, которые судят, те, которые теперь работают на ВАР. И я предлагаю этот матч переиграть. На матч Спартака назначать независимых рефери иностранных. Достаточно, чтобы на ВАРе, на видеорегистраторе такие судьи были. Тем более технически это возможно. Мы с вами сидим в зуме, в Киолине смотрели все немецкие матчи. В том же Киолине прекрасно можно посмотреть матч Зенит-Химки и проверить, был там пенальти или нет. И так далее. Ну и, наконец, судьи вот этих всех, которые так себя ведут, надо проверять. Ты понимаешь, что это все влечет, если каждую судейскую ошибку превращать в переигровку матча? Паша, не каждую. Паша, не каждую. Когда кто-то поскользнулся и при счете там 0-0 на 12-й минуте ничего не произошло и там судья ошибся, мы понимаем. Но когда мы видим, что судьи становятся управляемыми и судьи пользуются своей властью и совершенно беззаконно себя ведут, причем не первый раз, а на протяжении долгого времени. Спросите представителей Ростова, Краснодара, многих клубов, не только Спартака. Они довольны тем, как работает судейский корпус на протяжении последних лет. Они уверены в том, что действительно судьи их судят, а не выбирают им место в турнирной таблице. Я не уверен, что тебе скажут «да». А когда мы видим просто наглую, впрямую издевательство над результатом, нужно поднимать, Паша, и не бояться того, что прецедент потом что-то там нарушит, какую-то вашу стабильность, тихую гладь байкальского зеркала. Понимаешь? Не бойся ветра, Паша. Я считаю, что… Я просто понимаю, какие последствия могут быть. Отлично и здорово. И пусть они будут. Очень легко, понимаешь, будет, ну там, ты болеешь за Спартак, да, кто-то будет говорить… Паша, Паша, давай Спартак сегодня забудем. Давайте матч «Зенита» переиграем. Кто-то скажет, что… Давайте матч «Зенита» переиграем. Если, смотри, если через семь лет к этому моменту там чемпионом пять раз подряд будет Краснодар, и в семи матчах подряд «Зениту» будут ставить такие пенальти, как ставит «Спартаку», отменять такие голы, как отменяют «Спартаку», я первый скажу. Я, мы, Санкт-Петербург, «Зенит», «Ленинград», давай, перестаньте издеваться от наших родных «Зенитов», кто такой участный. Я первый скажу. Это прям вот крик души у меня примерно то же самое было вчера. И мне кажется, тоже как-то мы… Вот на что мы люди, как бы шахматисты люди, осторожные в суждениях, но вот прям вчера, мне кажется, вообще не было ни одного человека, который бы не поддержал вот в едином порыве, если бы вчера сняли с чемпионата. Вчера, мне кажется, рейтинг этого решения был бы процентов девяносто, да. И было бы очень обидно, на самом деле. Чего хорошего было бы сняться с чемпионата? Ничего хорошего. Бывает, что на утро обидно то, что было вчера, это Е-Е-3, например. Это тоже, да. Да, но на самом деле, вспоминая многоуважаемого господина Кашай, мне кажется, для сравнения, вот знаменитый его пенальтик, который он поставил в матче, что-то типа «Сити-Шахтер» за столкновение с Газоном. Ну, то есть, бывает, человек бежал, запнулся, упал, ну, сразу же, там, точка, да, там, газон, ты не прав, как бы. Вот, ну, даже вот там, мне кажется, было больше оснований, да, вот, потому что там, допустим, не было ни вара, ничего. Здесь же возмущает людей не то, что судья ошибается, это, ну, свойственно всем, возмущает то, что, ну, абсолютно идет, ну, избирательный просмотр, то есть, ну, условно, как бы, да, там, ну, из свежего я, как бы, смотрю, матча только «Спартака», так что мне проще, смотрю, кубок, допустим, да, там, накладка в штрафной, там, Сердар получает по ноге, ну, сначала там, там, угловой, значит, показывают, потом просмотр, все, побежали, посмотрели, ага, точка, ну, окей, ладно, точка, точка. Ну, вот здесь, ну, два момента, которые, ну, вот, условно, до этого был матч «Барселона-Наполе», да, там, на Медне, человек там смотрел, ну, немножко похожий эпизод, где Кулебали выносил мяч, его уже отбежал Месси, и он вынес мяч вместе с ногой, вот, ну, ничего страшного, там, пока оказывали помощь, там, посмотрели три минуты со всех повторов, я думаю, что недовольных не осталось в мире. Вот это и вопрос. И все депутации Чакмыра очень такой... Ян, смотрите, друзья, вот в том матче, который «Спартак» с «Зенит» упомянули, полуфинал Кубка, там же возмущало не то, что «Спартак» засудили, там возмущало именно избирательное право. Момент с Жирковым и футболками даже смотреть не стали, а если посмотрели, то нам об этом не сказали. И люди не увидели желание судейской бригады восстановить справедливость в каждом эпизоде. Вот там, где Гапонов и Азмун, там надо восстановить справедливость, а здесь не надо восстанавливать справедливость. То же самое было и вчера. Когда на восьмой минуте Соболев забивает гол, сразу находится повод посмотреть. Когда Маск играет в мяч против парня из Сочи и попадает в мяч, возможно, задевая его ногу там миллиметрами, то даже не смотрит судья и не показывает всем нам. Друзья, я очень хочу вместе с вами разобраться. И вот этим моментом на пятнадцатой минуте, а не на восемьдесят восьмой, он уже настроил, ну как и карточкой Соболевой, это просто негодяйство. Но неважно, он настроил всех против себя и против этого процесса. Проблема не в ВАР, проблема в суде. А ВАР очень здорово нам показывает, как они судят. Оказывается, они судят намного хуже, чем мы думали. Просто ВАР это высветил, это прожектор. И сейчас мы начали понимать, что творится в нашем футболе. И если мы будем молчать, если мы будем продолжать говорить, ребят, ну не надо, ну завтра все успокоится, ну пожалуйста, ну что вы, давайте доиграем, вот песочница, вот песочек, все же было хорошо, так здорово общались. То есть если так будет, то беззаконие будет твориться и дальше, и дальше, и будет просто себя наслаждаться собой, понимаешь, себя тиражировать. А вот такой вопрос, ну вот условно, насколько я знаю, в Австралии, да, они к большому удовольствию примерно всего мирового сообщества, они когда задействовали ВАР, они с какого-то момента просто стали выкладывать переговоры. По-моему, они первые это начали делать. Интересно, у нас просто будет сплошное как бы запикивание в наших переговорах. Переговоры. Я полагаю, что если бы вчерашние переговоры мы выложили, мы получили бы следующее. Есть куб, а остальным, кто сидел у него там рядом, сказал бы, я все разберу сам, и сказал, мое мнение, ставь, все, привет. А вообще ничего не сказать. Просто приходит человек с мячом, с секирой, и отрубает голову. Никаких переговоров. Переговоры у Яськова были в другом месте, и не в этот момент. Это мы узнаем, возможно, когда-нибудь. Они пройдут скоро как раз обследование на полиграфе, и детектор лжи, может быть, выявит, честные они или нет. Я понял ваше мнение. Давайте, друзья, к Спартаку мы вернемся, если что, сегодня в серии пенальти. У нас она возможна в случае, если вы сыграете в ничью между собой. Если по итогам 10 вопросов у вас будет равенство, тогда будет серия пенальти, которая будет посвящена Спартаку. А пока вас ждет 10 вопросов, 5 из них на шахматную тематику, 5 на футбольную. Правила следующие, довольно простые, но интересные. Если шахматист, условно, отвечает на шахматный вопрос, он получает 1 балл. Если он отвечает на футбольный вопрос, он получает 3 балла. То же самое с футбольным человеком. Если футбольный человек отвечает на футбольный вопрос, он получает 1 балл, а если на шахматный – 3 балла. Таким образом, у вас будет возможность показать себя и не только на своей территории, и даже это больше оплачивается по нашим условиям. В общем, все готово к началу, мне кажется. Безусловно, я думаю, мы можем начинать игру. Да, у вас по минуте на раздумье над каждым вопросом, и ответы вы отправляете нам. Ян отправляет Жене, Саш, ты пишешь мне в WhatsApp, где хочешь, просто пишешь ответ свой по итогу минуты. Потом мы озвучиваем ваши версии и озвучиваем дальше правильный ответ. Давайте, кому где удобно отправлять, и я думаю, что мы можем без лишних предисловий начинать, собственно, нашу игру. Ну, итак, первый вопрос у нас будет, как нетрудно догадаться, именно шахматным, и сейчас я его озвучу. Давайте начнем. Итак, вопрос номер один. Виктора Корчнова в одном из матчей за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова наши комментаторы называли исключительно этим словом. Поскольку упоминание фамилии было строжайше запрещено. Время. Если вдруг вам нужна текстовая версия, то она есть в чате Zoom. Да, я сейчас сделаю. Как называли наши комментаторы Виктора Корчнова в матче за звание чемпионата мира? Как называли? Не прозвище, а как называли его. Да, то есть именно такой вопрос. Не просто прозвище, а как называли. Так, ответ Александру у меня есть. Сейчас давайте я на всякий случай продублирую в чат зума этот вопрос. Ну, если Ян уже тоже ответил, тогда, в общем, это не так обязательно. Ну, давайте на всякий случай, да. Окей, давайте. У нас поступили два ответа. У нас поступили два ответа. И я предлагаю озвучивать сначала, так сказать, на футбольный вопрос ответ шахматиста и на шахматный вопрос ответ нашего футбольного эксперта. То есть мне начинать? Да. Я так понимаю, что вот это слово вошло в постоянный обиход шахматный именно после того, я думаю, просто слово претендент. И как бы, конечно, оно есть еще и в 12 стульях, но у нас стало оно постоянным, поскольку говорили, просто претендент, претендент, претендент. Потому что он, в отличие от Карпа, чемпионата мира не был и я спаривал его. Ну, мне, честно говоря, да, добавить нечего, поскольку, разумеется, от Яна поступил тот же самый ответ. Да, и это абсолютно верное ответство, абсолютно верное объяснение. Ну, у меня еще, как это, были некоторые муки выбора все-таки между злодеем и претендентом, потому что было прозвище «злодей». Прозвище «злодей» практически было. Отлично. Ну, кстати, даже Высоцкий же пел про этот матч, как раз там тоже было, мне кажется, это озвучено. Ну что ж, 3-1 счет таким образом у нас, и тот, и другой ответили правильно, но Саша получает 3 очка, а Ян – одно. Нечестно. Ну, подожди, ты сейчас… Пожалуйста, просмотрим, просмотрим. Вар, нужен вар. Я говорю 2-2 все-таки, нет? Подождите, играть еще много, и вопросы будут разные. Да, сейчас футбольный вопрос, и звучит он следующим образом. Жень, кидай в чат, а я прочитаю. В финале Кубка Африканских Наций 2019 года встретились Сенегал и Алжир. Из игроков, попавших в заявку команд на финал, больше всего родилось в этой стране. Я вот когда квизы веду, я стараюсь молчать, чтобы не мешать командам. Да, я тоже стараюсь, да, еще раз не говорить, мне интересно. С нами, да, поэтому в целом, мне кажется, можно и говорить немножко. У нас еще там люди смотрят трансляцию, свои мнения высказывают. Высказывают разные интересные версии. Ответ, Саша, у меня есть. Как насчет Яна? Так, ответ Яна тоже есть. Ну, я предлагаю тогда Яну озвучить этот ответ, да, и если интересно, мотивировать, если нет, можно просто озвучить его. Ну, тут сложно на самом деле, потому что непонятно в чем вопрос, если говорить либо Сенегал, либо Алжир. Ну, мне кажется, что и та, и другая страна, они знамениты тем, что многие играют потом, например, за Францию. Ну, вот некоторые, наверное, может, там еще Бельгия, Голландия, другие страны. Но мне кажется, все-таки Франция, то есть наиболее яркий представитель. И очень много там и арабских футболистов с французским паспортом, и, соответственно, африканских. Так что вот, возможно, они даже пели Марсельезу где-то перед ночью. Как раз, скорее всего, нет. Саш? Ну, что, я согласен абсолютно, потому что это две франкоязычные африканские страны. И, конечно же, Франция, тем более, что я даже знаю по паспортам, очень многие уроженцы и Франции, и Парижа, и при этом играют за свои африканские футболисты. В последнее время появилась тенденция, что сначала они играют за молодежную сборную Франции, а потом выбирают как главную команду уже исторической родины. Да, это правильный. Большая конкуренция, да, мне кажется, попасть в основную сборную Франции? Конечно, конечно. Ну, наверное. Что ж, 4-4, Ян, ты отыгрался. Все, видишь, по-честному. Так что, ну, первые два вопроса были самые легкие, я вам честно скажу. Это было так, чтобы вы почувствовали себя в силе, чтобы вы поняли, что здесь, в общем-то, можно отвечать. Чтобы мы не ушли без очков, я понял. Да, дальше будет посложнее. Да, мне очень нравится третий вопрос. Я с удовольствием его прочитаю, озвучу. Итак, внимание, вопрос номер три. На шахматной Олимпиаде 1988 года женская сборная СССР неожиданно потерпела поражение, поскольку в составе команды победительницы были они. И напишите фамилию того, кто создал их более века назад. Время? Жень, и в чат. Обязательно сейчас продублирую. Да. Продублирую в чат. Саша ответил почти на паузу. Смешной ответ, но такой больше. На конкурс самый смешной ответ. Да, надо только всем отправить, а то я отправил пока только Яну. Ну, будем соблюдать честность и справедливость, да. Саша уже успел ответить, потому что он как-то быстро даже не думал почти, что такое. Как сейчас помнишь, Анатолийский, спасибо. И по ходу вопроса, собственно, становилось все ясно. Ну, хорошо. Яна, у тебя как? Нет, думаю пока. Я думаю, минута еще не прошла. Отлично, отлично. У нас есть наконец-то мысли. Мысли, а то все легко. Сейчас посмотрим, есть ли у нас, кстати, я посмотрю пока, есть ли у нас в чате интересные ответы. Да, можно писать. Так. Смотрим, открываем. Прекрасно. В Ютьюбе там уже группа поддержки у каждого из вас есть. Кто-то пишет, что Саша победит, кто-то Ян. А, так хорошо, что я даже если неправильно отвечу, я все равно теряю только одну очку, а слава богу. Потому что опозориться не страшно. Да, ты-то, кстати, теряешь один. А, так вообще можно писать все, что угодно. Отлично. Надо писать одну очку, да-да-да. Надо писать очко, да. Ну, да. Александр может получить три очка. Ну, что же, ответы готовы. Да, время вышло. Необходимо, да, озвучить ответы. Ну, мне кажется, если... Да, начинаю. Ну, друзья мои, тут надо было вспомнить, у нас чуть ближе к 90-м, наверное, главными соперницами стали китаянки. А до этого же понятно, что это была Венгрия. Это были сестры Полгар, Юди, Джужи. А третью я, к сожалению, даже не помню, как их называли. Чтобы не ошибиться. Ну, а поскольку их было три, значит, три сестры, значит, вспоминаем мы авторство Антона Павловича Чехова, если у меня не три сестры. Да, ну, тут можно, да, только поаплодировать. Но мне кажется, это сложный вопрос. Ну, вот, безусловно, да. Ну, могу сказать, что... Ну, я сразу забегу вперед, что я как бы, ну, то есть у меня другой ответ, но я не сделал второй шаг. Понятно, что я подумал, что вот создал сестер Полгар, как это, Ласло Полгар, понятно, я знаю, Джужа, София. Вот, но это как-то было очень смешно, и, во-первых, во-первых, это забавно, во-вторых, это было не сильно давно, как бы, не более века назад. Поэтому я воспринял, ну, как шуточный такой вопрос, как бы, но вряд ли это будет ответ. Слушайте, да, знаете, кому посвящено стихотворение Пушкина... Можно в пандан к этому ответу, Яна? Издадминитый анекдот, кому посвящено стихотворение Пушкина «Люблю тебя, Петра Творение». А не Петровне Керлова. Да, не Петровне Керлова. Это точно, да. Вот, поэтому, ну, вообще, как раз, я знаю, не многие печали, просто я, как бы, ответил внезапно Тюринг, но дело в том, что... Алан Тюринг – это шикарный ответ, на самом деле, он имеет право на существование, но, да, он неверен, получается. Ну, в конце, как раз, надо просто знать, что в конце 80-х, начале 90-х, во многие турниры, ну, человеческие, включали компьютеров, очень слабеньких по тем временам. Вот, и, ну, как вариант, ну, вряд ли бы включали, конечно, в Олимпиаду ретроспективно, но вне конкурса, в принципе, могли бы. Прекрасно, прекрасно. Дорогие друзья, я могу сказать, что на сленге игроков, что это когда, это называется перекрут, да. Или лучше не авторский. Слишком, слишком, слишком большое знание, да. Я считал, что не авторский, это как раз типа Лас-Ла Полга, но ничего страшного. Да, не страшного. 7-4. Счет после трех вопросов в пользу Александра Шмурнова, который пока что не ошибается. Посмотрим, что будет сейчас. Четвертый вопрос снова про футбол. В 2010 году эта сборная, которая, кстати, не является членом FIFA, призвала на позицию тренера Джованни Тропотони, чтобы с божьей помощью тот улучшил игру. Однако, проведя лишь один матч на этой должности, Трап вернулся в стан сборной Ирландии. Какую же команду он возглавлял? Я скину через текст вопроса, поскольку тут, мне кажется, важно его видеть. Так, у нас ответ Яна готов. Ответ Саши тоже, да, конечно. Давайте Яна послушаем. Ну, тут большая, мне кажется, подсказка в вопросе. С божьей помощью. С божьей помощью, скорее всего, хотел бы хорошо сыграть. Ну, любые все хотят сыграть с божьей помощью, но наибольшее основание, вероятно, у сборной Ватикана. Которая, ну, я так понимаю, не является членом FIFA. Там маловато футбольных полей, наверное. Ну, у нас очень опытные игроки собрались, да. То есть, на первый выпуск не щадят вопросы, да. Безусловно, да, безусловно. Ты знал или ты просто догадался? Ну, Паш, ну, тут очень просто. Начинается с того, моя первая подсказка – это не входящая в FIFA для меня. Мне для этого не нужна вторая подсказка, потому что не входящих в FIFA сборных существующих государств, не таких, как Сиборга, там, а настоящих государств, их, наверное, тыла. Ну, Монако, Ватикан. Нет, ну, есть еще, конечно. Монако, да, Ватикан. Потому что Сан-Марина есть там. Ну, может быть, какие-то островные там, не все там есть. Но по большому счету их всего вот они на виду. И как только ты говоришь о Тропотоне, понятно, о какой стране идет речь, где искать. Ну, а вот с божьей помощью – это уже такая подсказка. Кол прям. Ну, это скорее было для Яна. Мы решили Яну дать чуть-чуть здесь возможность догнать. Но он не совсем догонит. На самом деле нет. Мы ничего не решали, да. У нас так все это было и задумано. Поэтому все абсолютно честно, да. 8-7 в пользу Александра Шмурнова после четырех вопросов. Так. А я заранее предупрежу, что я сейчас прочитаю следующий шахматный вопрос. И после этого шахматный вопрос будет только восьмым. У нас будет смена чередования, так же, как в матчах на первенство мира по шахматам. Так что следующий, ну, этот вопрос будет пятый мой, а дальше шестой и седьмой будут футбольные вопросы. Футболе пенальти, кстати, в последнее время так бьют. 1-2-2, 2-2-2-2. Ну, это, наверное, более справедливая система. Давайте, внимание, вопрос номер пять. Приглашенный Корчному в команду Игорь Иванов участие в подготовке к матчу почти не принимал. Шахматист скучал в гостинице, счет за которую у Иванова оказался в итоге куда выше, нежели у коллег. Ответьте, используя дефис. Что же стало тому причиной? Время. Вижу растерянного Шмурнова, это интересно. Так, я сейчас, подождите, я сейчас скопирую. Чтобы у вас было. Вопросе есть кастелида. У нас даже такая тишина, как музей. Конечно. Потому что действительно, тут видно, что борьба, 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 да, серьезная, да, и лучше не мешать, да. Один на один, это сложно. Да, это реально очень интересно. Ну да, это же формат Супербликса у вас, когда на тебя смотрят люди, а ты напряг, у тебя оттуда торчат мозги, и ты думаешь, что же там придется. Решающий раунд, да. Да, да, да. Ты решающий раунд. Смечал в гостинице, и надо ответить, используя дефис. Время вышло. Ян, у тебя есть ответ? Да, у Яна есть ответ. Есть ответ, но вряд ли он правильный. Тогда ответ Александра. Значит, я должен начинать. Смотрите, меня немного смущает в моих рассуждениях отсутствие шахматной логики, какой бы то ни было в моем ответе. Но вдруг я попал пальцем в небо, потому что я не нахожу ничего шахматного, кроме как принадлежность Иванова к команде Виктора Корчнова. Ну, а дальше только через гостиницу. Если ты не ходишь на матч из гостиницы, что тебе остается делать там? Ты открываешь мини-бар и выпиваешь все, может быть, наблюдая или узнавая о том, как идет этот матч. В общем, по-моему, я не вижу ничего, кроме мини-бара, через дефис, что могло бы заставить его потратить деньги в гостинице. Так, Ян. Интересно. На самом деле поступил даже я вот на рассмотрение спорный ответ, поскольку ответ у Яна очень близок по смыслу. И я думаю, что вполне возможно, что мы его тоже вынуждены будем досчитать, потому что ответ Яна – рум-сервис. Ну, рум-сервис просто в английском он пишется… В русском пишется через дефис. В русском он пишется действительно через дефис. Мини-бар это правильно. Тогда надо засчитывать, потому что, хотя мне бы выгодно, чтобы Ян не получал очков, но я считаю, что надо засчитывать, потому что я за справедливость судейскую. Я вообще думаю, что да, мы не будем как казарцев, потому что по смыслу, безусловно, это логическая дуаль. Ты имел в виду что, что ему в комнату носили алкоголь, так? Ну, вообще, не только напитки. В принципе, это даже более полный ответ, да. Ну, я просто из своего опыта проживания в гостинице во время турнира, то есть это довольно часто уже нет сил никуда идти, ни в какой ресторан, ты заказываешь номер. Примерно два-три раза. Я согласен, абсолютно надо засчитывать рум-сервис, да, хотя правильный ответ – мини-бар, но… Вот смотрите, на самом деле, рум-сервис, да, рум-сервис, сколько было тестов этого вопроса, и ни у кого не возникло ни ответа рум-сервиса, удивительно, да. Хотя… Очень красивый, авторский, при этом еще и правильный ответ по итогу. Ну, безусловно, по факту ответ – мини-бар, потому что, да, человек, видимо, больше пользовался мини-баром, чем рум-сервисом, но, как бы, отвечающий на вопрос знать его это не обязан, и я думаю, что таким образом… Просто хорошее мнение о госпитале Иванове. Да, да, счет становится 11-8, да, то есть насколько… 11-8, да, теперь два подряд футбольных вопроса, и первый из них звучит следующим образом. В склепе этого человека футбольный мяч занимает почетное место рядом с гитарой, неким растением, Библией и кольцом, подаренным принцем Эфиопии. Мало кто знает, но от ампутации этот человек отказался в том числе из-за нежелания жить без игры в футбол. Что это за человек? Не сброшу. Интересно. Действительно интересно, мне вот интересно посмотреть, какие у нас версии. Интересно, какие у меня шансы. Пока ты еще на расстоянии вытянутой руки. Шансы хорошие, но тяжело играть с человеком, который никогда не ошибается. Пока что. Нужно поделать. Это Смыслов сказал однажды. Я сделаю с партией 40 абсолютно точных ответов. И что? Не Смыслов. Ну вот Смыслов я читал, что он это сказал раньше, Фишера. Ну они, да, скорее всего они это говорили оба, да, я там слышал то и то, поэтому. Сегодня, мне кажется, у нас мощнейшая игра по уровню, да. Да, я скажу, время у нас подходит к концу, да. Но некое растение, скажем так, не совсем, которое хотелось бы озвучивать в эфире. Не, я, кстати, вот не согласен. Я был за то, чтобы озвучить это растение, потому что я не вижу в нем ничего криминального. Но это... Давайте лучше озвучим правильный ответ. Давайте, да. Ян, что ты думаешь? Очень стыдно. Но я ответил Фредди Меркери. Но я думаю, что это неправильно. Ну это очень близко по смыслу. Ну да, но все-таки растение, тут не помощь, тут есть определенное футбольное знание. Там другой человек любил очень футбол. Фредди Меркери как раз не любил футбол, кстати. Да, и любил и растение, и поскольку он с Эфиопией тоже мог быть связан. Ну, в общем, понятно, но это Боб Марли, который символ Ямайки, символ Регги, символ в том числе и сборной Ямайки, которая пробилась в какой-то момент на Чемпионат мира. Они вообще под его флагом существовали. Это Боб Марли. Это Боб Марли. Действительно, счет 12-8 Ян. Обидно, потому что Фредди Меркери даже написал We are the Champions, не думая, что это может стать футбольным гимном, потому что он футбол не очень любил, действительно. Ну, а Боб Марли очень даже. Следующий вопрос, и он тоже про футбол. Вопрос номер 7 уже у нас. Сборной этой страны для попадания на Чемпионат мира 2018 пришлось за время отборочного турнира налетать больше всех 250 тысяч километров. Что это за сборная? Что это за сборная? Так, у нас есть ответ Яна. Чемпионат мира. Нельзя ли повторить вопрос? Если что, написано в чате Zoom, ты можешь его открыть в чат. Я могу повторить. Я хочу уточнить, у меня есть сомнения, поэтому я хочу... За время отбора сборной этой страны налетало 250 тысяч километров. Отборный Чемпионат мира 2018 года. Есть ответ Александра? Да, есть ответ Яна. Я предлагаю Яну его озвучить, да. Ну, мне кажется, что... Если я ничего не путаю, как раз австралийцы играли очень много... Ну, поскольку в вопросе, как раз, насчет для попадания, значит, ну, вероятно, что они все-таки попали и играли стыки. По-моему, Австралия же играла, предполагала в Россию, если ничего не путаю. Вот. И они еще, мне кажется, играли кучу стыков с Латинской Америкой. Вот. Ну, и вообще, в целом, мне кажется, Австралии тяжело найти соперников, поэтому они куда-то летают все время. Да, ну, я добавлю, если это правильно, Австралия же с недавних пор часть азиатской футбольной конфедерации, а когда она летала по своим Соломонным островам и играла с Новой Зеландией, это были одни перелеты. А чтобы летать в Азию и играть, тут получается больше налета. И плюс стыки, да. В общем, по-моему, это Австралия. Стыки они играли с Гондурасом, и поэтому им пришлось летать вообще на другой конец света. А в Азию действительно тоже летать далековато. Действительно, Австралия 250 тысяч километров. Фантастика просто. Представляете, сколько миль, Саша, можно было собрать? На команду особенно, да. На самом деле невероятно. Мне кажется, это непростой вопрос и непростой выбор, но оба наших участника уверенно справились. Это вызывает большое уважение, да. Счет 13-11. И пока Александр Шмурнов идет без ошибок, это, конечно, удивительно, но... Впечатляющий результат. Но у нас, конечно, и Яна играет. Да, шансы, интересно, и Яна. Да, но шансы еще будут. Я думаю, у нас самые вопросы остались на закуску. У Яна 7 очков разыгрывается, а у меня 5 ближайших в трех оставшихся вопросах. Получается даже наоборот. У вас даже 7. Почему у меня 7? А, у меня 7, и Яна 5. А, ну вот тогда греет. Тогда даем. Как говорил Юрий Павел Семен, когда выиграл у ЦСКА за тур до финиша, говорит, положение наше в турнировой таблице улучшилось. За тур до финиша это точно, да. Ну, что сказать, давайте переходить к вопросу номер 8. И вопрос номер 8 шахматный звучит следующим образом. Тигран Петросян весьма критично отзывался о ней и однажды сказал, что благодаря ей много лет кормил свою семью. Назовите ее двумя словами, которые начинаются на парные согласные времена. Вопрос в чате, в текстовом варианте, наверное, полегче будет. Я сейчас скину. А чат у нас где, извините? В зуме, прямо в зуме ты можешь открыть. А в зуме, господи. Наши зрители могут пользоваться еще одной визуальной посторией. Я не читал вопросы где-то, сейчас буду читать. Сейчас все поменяется. Так. Свет Яна у меня есть? Саша пишет время. Саша у нас самый справедливый. Вет, Александр, ждем. Да, есть ответ Александра. Ну, не совсем соблю правила. Ну, в общем, да, все окей. Ну, имеется в виду, ты... Я думаю, что здесь Ян может много рассказать об этом. Просто давай, Саша, озвучи, да, свой ответ. Я просто, к сожалению, не нашел ключа вообще. И единственным для меня ключом, потому что история этой я не знаю, не очень понял, что за шутка кормил свою семью. Ведь кормить свою семью – это хорошо. А отзываться он отзывается критично. Поэтому я просто искал какой-то шахматный термин, который из двух слов начинается на соседние буквы... Не-не, парные согласные согласные. Ж-Ш-Ш-Ш. Это я, кстати, Ж-Ш, я не понял слова парные согласные. Мне все-таки казалось, что речь о соседних буквах алфавита. Парные согласные я не дочитал. Ну, сейчас уже не буду, тогда не имеет смысла, потому что в любом случае ответы не будет. Ян, расскажи историю, почему именно это? А, ну... Ответ Яна Верин. Приятно, да. Ну, я вот ответил, староиндийская защита. Ну, вообще, в чем как бы идея, что... С одной стороны, критиковал о ней и благодаря ей много лет кормил свою семью. Ну, кормить семью он мог посредством пробега в шахматах. Вот. Ну, видимо, против него неоднократно применялись староиндийскую защиту. Вот. Ну, он, соответственно, был очень доволен и выигрывал много партий в ней белым цветом. А, ну, правда, против него плохо ее играли. Ну, кстати, я мог бы поймать, если бы я по глупости не переключил соседние буквы, потому что я искал тоже какую-то, я искал партию, просто потому что я думал, что нужно соседние буквы алфавита. Нашел РП, а с защитой, наверное, на С бы я нашел. Ну, вдруг сицилянская. Да, ну, я на ответил, я на ответил, я на ответил примерно за секунду и сказал, что там на течь от голландской. Если бы не парни согласны. Еще вот очень знаменитое высказывание Петросяна же про голландскую защиту, что если ваш соперник хочет сыграть голландскую, ни в коем случае не стоит ему мешать. Да, но стародейскую еще как бы была легендарная фраза, которая приписывается вроде Петросяна, что благодаря стаидейской защите я себе построил дачу. То есть, это да, благодаря в исполнении своих соперников, поэтому, в общем, ответ. Ну что, Ян немножко сократил, 13-12, но все равно пока Александр перейдет. Бешу в спину. Да, сейчас будет, на мой взгляд, сейчас будет лучший вопрос этой игры, но он футбольный, и за него Ян может получить три очка. Итак, мощный форвард Ильхом Мумиджанов в одном из матчей чемпионата Узбекистана показал акробатические навыки. Забив рабоной. Это, если кто не знает, такой прием, когда ты бьешь дальний от мяча ногой, объясняю для наших зрителей. Так вот, назовите, пожалуйста, отчество Ильхома. Потрясающий вопрос. Предоставлю что-то подумать. Посмотрим. Сейчас прям слышно, да, как шестеренки крутятся? Я даже боюсь дышать лишний раз, потому что реальный момент важный очень. Для Яна вообще все решено. Я могу подсказать для наших игроков визуально, что у нашего чата есть визуальная еще подсказка, там изображен человек, занимающийся единоборствами. Время, Ян. Нам что-то сдавать. Саша что-то сдал. Очень сложно. Честно, очень сложно. Ну, очевидно, очевидно, как-то связано с тем, что, ну, возможно, его там отец был известным гимнастом или что-то в этом духе, но как-то не будут меня спрашивать какой-то гимнастический там термин в отчестве. Одну с именем, это совсем странно было бы. Скажи какой-нибудь уже, да. Не важно, пусть будет Генрихович, как бы, ну, не важно. Все равно неправильно, я не могу придумать. Генрихович, очень понравился ответ Саши. Саша, пожалуйста, скажи свой ответ. Я в данном случае понял, что игра у нас что, где, когда. Так. И поскольку я сам ведущий разных игр, я считаю так. Если человек не может никак знать ответ на этот вопрос, то, скорее всего, ответ содержится в вопросе. И у меня был выбор. Во-первых, я подумал, не написать ли Ривалдович. Мало ли в Узбекистане папа был Ривалда почему-то. Каким-то причинам, потому что это такой главный исполнитель Рабоны был. А потом я подумал, что очень похоже на узбекское имя вообще слово Рабон. И решил, что тогда это просто Рабонович, что его папу звали Рабоном. Ну и написал Рабонович. Это прекрасно совершенно, но это не просто. Хотя, я не знаю, вот знаешь, в Армении любят называть каким-то странным именем. Да-да-да, там очень, там Гамлет, каждый второй, конечно. Да, но здесь все еще круче. Потому что акробатические навыки, видимо, каким-то образом все-таки связаны, были с сочством, которое одновременно является еще и фамилией. Фамилия это Ибрагимович. Ильхом Ибрагимович Мумиджанов. А Ибрагимович это единственный, кто бьет Рабона или что? Он скорее уже, кто у нас известен, Куар Эжмана? Ну, Куар Эжманович может быть. Ибрагимович, оно еще и отчество. Да-да-да, ну есть, 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 да. Ибрагимович. Ну, хорошо. Окей. Счет 13-12 остается по-прежнему. Ничего не поменялось. Перед последним вопросом, шахматным вопросом. То есть, если Ян берет, а я нет, у нас ничья. Ничья из Террибанда. И это, скорее всего, так и будет, потому что, ну как, тяжело. Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, это был самый сложный вопрос этого пакета про Ибрагимовича. Ну, что ж, давайте, да. Ну, хорошо. Если ты будешь футболист, как это у нас играл, там Деспотович или Деспотович, ну, и что? Я, на самом деле, когда тестирую этот вопрос, я предложил вариант Хатабыч. И мне, честно говоря, он очень понравился, да. Но, на самом деле. Не, ну, гимнастика, вот это гимнастические выкрутасы в футболе, конечно, они с Ибрагимовичем ассоциируются, да. Да, и Ибрагим, разумеется, это нормальное среднеизиатское имя. Можно было подгрызти сюда. Ну, как в русскую рулетку выиграть, примерно, такие же шансы. Да. Ну, что ж. Такие уж маленькие. У нас решающий вопрос. Ну, борьба суперупорная, вы все видите, действительно, очень любопытно, что будет дальше. Вопрос номер 10. Полностью описание знаменитой партии Андерсона звучит так. Неувидаемое в нем великих немецких шахматистов. Назовите его двумя словами и будете вознаграждены. Время. Так, я сейчас скопирую. Текст в чате. Обязательно будет. Ох, как интересно. У меня даже от волнения не копируется. Ну, да. А минуту вы запустили, а мы вопрос не можем. Не, хорошо, я минуту запустим. Вот последний вопрос увидим только по минуту. Сейчас запустим только после того, как вопрос появится в чате. Вопрос появился в чате. Даже могу прочесть его еще раз, если хотите. Нет, ну, это все понятно. Извините, а вот в чате правильно написано или нет? В чате? Пробычное слово партии, условно. Не-не-не, описание партии. Партия какая? Неувидаемая в нем великих немецких шахматистов. Ну, партия подразумевается, что она в начале предложения. Да. Вознаграждены. Партия. Продолжение следует... Продолжение следует... Нам нужна награда из двух слов. Евгений Томашевский сейчас пытается Казарцева дать немножко. Казарцева? Нет, ну вопрос, да. У нас есть ответы. Ну что ж, тогда ответ... У нас есть ответ. Я очень долго сомневался. Очень-очень тяжело. Я, опять же, ключа здесь не вижу. Я подумал, что великие немецкие шахматисты, великие немецкие музыканты где-то могут там... В чем можно быть неувидаемым. Но у меня сложно с правильным подходом к вопросу, поэтому я просто написал в победном марше, но больше не придумал ничего. Это неправильный ответ. Могу сказать, что... Ну давайте, мы не будем интригу, но пусть Яна... Нет, подожди, подожди, стоп. Как это не будем интригу? Просто если бы Саша ответил правильно, тогда бы интриги не было. Да, да, но Яна очень долго мучился, прежде чем прислать мне свой ответ. И прислал. Я сначала много ругался, я написал, что не берется никак. Как вы так пишете вопрос? Да, я написал... Да, да, я написал. Но потом подумал, да, что ну как бы единственная награда, которую я смог припомнить спортивная, ну прям универсальная, это вот лавровый венок, ну я не знаю, или венец. Вот, но я тоже не думаю, что это правильно, но хотя бы неувидаемое и какие-то растения сюда привязываются. Я думал, что древо жизни, но древо жизни не как с наградой, не это самое. Потому что партия вечно зеленая, да, то есть есть, и неувидаемая. Я сейчас, как всегда путаю. Да, у нас получился, да, интересный диалог, что я написал древо жизни, оно не берется никак, поэтому сдаю лавровый венок. Вау! Да. Ну если ты обычно там написал пять разных ответов, по надежде всего венец не попадет. Я принимаю, у нас принимается последний ответ. Полностью описание знаменитой партии Андерсона звучит так, неувидаемое в лавровом венке великих немецких шахматистов. Очень странное слово, очень странное высказывание, очень странное. Я не знаю, может быть, а почему вообще так сказали про нее? Кто понимает, Жень? Ну, я понимаю, потому что дело в том, что лавровый венок это было супер популярно, да, в то время сравнения. Ну и вообще лавровый венок это же награда времен Древней Греции, прежде всего поэтическая. И учитывая, они обыгрывали именно слово неувидаемое, да, то есть слово неувидаемое, лавровые листья, да, и, соответственно, тут могло подсказать именно слово неувидаемое, не бессмертное. То есть явно ответ растительный, какая-то растительная. На 88-й минуте арбитр... Да, 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 арбитр казарцев, да. Но, поскольку у нас ничьей в матче Спартак-Сочи быть не может, у нас есть серия пенальти, так что здесь уже, Саша, будет, я думаю, игра на твоей скорости. Нужно перерыв? Перерыв, конечно, мы сделаем, да, я просто расскажу, потому что в серии пенальти у нас будут вопросы на знание. И вопросы-то будут посвящены московскому Спартаку сегодня. Запросто может оказаться, что Ян, как болельщик, знает не меньше. Я думаю, что это все... Я думаю, что такого позора лучше я проиграл в основное время сейчас. Наоборот, Ян, это как полуфинал Дания-Голландия в чемпионате Европы 92-го года. Позор, может быть, только у меня. Потому что если я проиграю при футбольном серии пенальти, вот это будет позорно. А если проигрывает шахматист футбольный вопрос, то что ж такое позорно? Давайте мы сделаем так. Мы сделаем пару минут перерыв, да, чтобы участники могли ознакомиться с историей Спартака, да. Ну, я сочу, конечно, на самом деле... На самом деле не для этого, конечно, да, но для того, чтобы Саша могла как бы нарастить саспенс, да, и после этого, да. И, ну, еще там совершенно, да, гениальная борьба, да. Окей. Класс. Я доволен, что тебе пенальти, потому что должно на столе лежать, помнишь, как в ЧГК, 6-5. Вот у нас лежала ничья, как выяснилось. Ну, лавровый венок, помимо всего прочего, еще и вручается, как нам подсказывают Верда в чате, чемпиона мира по шахматам, да, то есть, ну, это уже как раз пошло во многом-то из-за этого, да, то есть. Поэтому... Да. Это было очень круто, да. Это шикарно. Так, ну что, ждем возвращения наших друзей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подождите, принесу здесь желтую карточку. Я, честно говоря, подозреваю, что этот результат долго останется непревзойденным, причем, мне кажется, с обеих сторон. Итак, Московский Спартак. Московский Спартак. Сегодня тема серии Пенальти. И вы за 30 секунд тоже отвечаете на вопросы к нам, Ян, Женя, Сашу, мне. Первый вопрос очень простой. зовите рекордсмена протока по общему количеству матчей здесь вопросы на чистое знание да я буду на всякий случай копировать а подождите пишут нам что нет звука ашу было не слышно нет меня слышно не нам слышно может быть на есть есть это был был звук все хорошо саша ты мне не написал ой я не написал другому человеку и очень неудобно очень интересно кстати этот вопрос мне не кажется простым потому что я честно говоря я на него вряд ответил хотя я бы очень долго думал так сложно я не могу выбрать потому что плохо знаю на самом деле там не знаю время допустим 60-70 но я написал что никита палыч симонян но я подозреваю чтобы были более какие-то палат симонян занимать двадцатое место понятно судя по вашему настрою я тоже ответил неправильно но мне кажется что это долго было что игорь санчин это был лидером и игорь это гораздо ближе он занимает пятое место но но тоже не не первое далеко я думал мне казалось нет все таки он капитан конечно известно первое место с количеством 514 матчей занимает федор черенков неожиданный ответ мне казалось что на это играл здорово федор федорович мне вообще кажется что эти вопросы ну вот я могу сказать что просматривая серию пенальти мне кажется что они часто пожестче чем но с другой стороны у нас болельщики спартака поэтому да я просто я просто думал что это такое стандартное знание для человека который любит свою команду но нет я говорил а я говорил что это не стандартное знание я прям подумал что я вот и знаю хорошо давайте второй вопрос может быть на него будет полегче ответить лучший бомбардир в истории спартак для порядка скопирую я буду на все вопросы отвечать одинаково я понял это кстати было бы красиво но есть ответ да есть ответ я надо есть саша тоже ян мне кажется уже дежавю мне кажется ян уже озвучил этот ответ можно отмотать его назад я еще раз отвечу как бы никита палыч я был лучшим бомбардиром я не думаю что кто-то играл все время за спартака много забивала много забивала и у него знаменитые эти тридцать пять сколько четыре гола вот этот легендарный результат ну у нас вообще по 100 голов с трудом забивали клуб григория федотова в советские времена кто мог больше забить а уже в девяностые начали выезжать быстро поэтому мне кажется у симонян просто не должно быть никаких конкурентов 162 гола первое место никита симонян да абсолютно один-один после двух ударов ой как интересно ребята эти вопросы мне будет уже сложнее вряд ли на два вопроса так третий вопрос в каком чемпионате каком сезоне спартак впервые стал чемпионом страны нужно нужно взять года примерно ответ я на есть да да саша тоже есть а у тебя насколько точный ответ тоже не я на нет потому что если бы он ответил ну с указанием а ты нет я бы тебя попросил указать а поскольку два сезона было в тридцать шестом году весенний осенний первый голодинал второй спартак и нужно в скобках ставить о осень а ты сказал в каком году то вот и 36 я ваш ответ был в любом случае год от ответ 36 был бы в любом случае верен тут вопрос как быть а я на 3 что ответил я считаю что 52 уже ближе к время как ко времени такой такому же рассвета когда это уже был спартак они каком-то профкооперации как нет он и в тридцать шестом году уже был спартаком разве он перестал быть 35 и сразу все поменялось в один после трех ударов александр шмурнов выходит вперед но тут конечно суровое знание и действительно вопрос тяжелый да да давайте так жень поскольку сейчас вопрос который может отрешающим я все-таки поменяю четвертый пятый с твоего позволения и задам пятый сразу хорошо просто ты в чат тоже кин тогда вопрос который должен был пятым хорошо вопрос следующий какой футболист игравший в том числе и за спартак становился лучшим бомбардиром лиги чемпион лучшим бомбардиром просто забивал становился лучше бомбардиром время я какой-то ответ сложно ну не знаю я такой где-то 96 96 год тяжело там назвать пусть будет карпин он много забивал но думаю что вряд ли да лучше он не добирался нет нет это не карпин я вспомнил кто забивал много голов из тех кто не играл за топ клубы и мне пришел на память луис адриана в бытности его форвардом шахтера и я у него даже был пентатрик но лучшим бомбардиром он не стал даже в том сезоне когда когда забил пять мячей а вот ну поразительный факт на мой взгляд и это действительно очень странно но в 1992 году звание лучших бомбардиров лиги чемпионов разделили жан-кер-попен и сергей юран который выступал тогда мне кажется это невозможно отгадать это самый гробовой четырех матчей да вот я могу сказать что у нас наша серия пенальти бьется с 30 метров мне ну ладно ну что ж и теперь вопрос который должен был быть четвертым но он становится решающим я напомню что если что будем бить до промаха у нас есть еще дальше вопросы шахматные пенальти потом давайте вопрос довольно простой на мой взгляд нужно назвать соперников спартака по рекордному групповому этапу лиги чемпионов девяносто пятого года когда они выиграли шесть матчей из шести чем там все страны были кроме одной команды все были из не только чемпионатов это как финалка в своей игре до вскрываются потому что я просто недавно пересматривал обзор этого сезона я не могу сейчас 3-го вспомнить как мне кажется серия пенальти очень суровая но это реально для ну ладно допустим на военном а может ли я упала самая сначала вот александр нет а если он ответить правильно тогда твой ответ не важно у меня уже в любом случае у меня уже в любом случае есть ответ 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 я наверно две трети русенбург ли он мне кажется точно и вот эти очень сложный кто кто-то на две трети ты две страны угадал то есть ты угадал ты правил русенбург и правильно написал что польская команда да ну ладно короче неправильно давайте праве польская с этим сезоном связано много разных историй там и житейских и я тогда работал в ежедельнике футбола я летел на матч с восемьбургом и не долетел и норвегия по-прежнему как страна тролли остается заколдованы такая история в жизни она должна была стать девяносто пятом году пятой страной которую я посещу в жизнь а сейчас я проехал 70 но норвегии я так и не побывал на поле в лужниках между собой легия и да да я не вспомнил но и я видимо у меня леон смешался с леги но ты почти все написал да кроме 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 этого кроме правильного ответа но это было прекрасно со счетом 3-1 серии пенальти побеждает александр шмурнов но как боролся ян просто аплодисменты вообще и это было шикарно шикарно я очень сильно подозреваю что эта игра будет эталонной с точки зрения качества игры обоих участников хорошо начать и для шахматистов и для футболистов это будет эталон игры долгое время и по результату я очень сильно подозреваю супер спасибо вам огромное александр шмурнов победитель нашей первой игры гол конем я попросил бы коня на f3 понимаешь я прошу шоколадного отлично я но тебе спасибо большое удачи в твоей карьере конечно спасибо ты не просто будешь претендентом как виктор корчной но и до чемпионства тоже мы на это надеемся да ну давайте спасибо в этом говорить да пока что подождем возобновления спасибо друзья потрясающий по моему первый выпуск нашей программы сашу костюнюк мы благодарим отдельно за идею за режиссуру и за всем огромное спасибо эти большущие евгений томашевский павел занозен работали для вас до встречи совсем скоро до свидания пока